Дорогие друзья, приветствую вас! Будьте благословенны! Слава Богу! Знаете, когда мы думаем о том, что нам надо выйти из наших проблем, мы просим Бог выведи нас. Мы должны понимать, как нас Бог выведет с помощью Святого Духа. Ефесянам 2 глава 8 стих там написано, что благодатью вы спасены, и Бог воскресил вас. Представьте, благодать это действие Святого Духа, это то, что не исходит от человека. Благодать никогда не исходит от человека. Благодать это помощь свыше, помощь от Бога, сверхъестественная помощь. И каждому, кто сейчас смотрит, вы хотите выйти из ваших ситуаций и проблем, знайте, у Бога есть решение вашей ситуации. Но вам нужно прийти к Богу за прошением, за помощью. И верить, что великий Бог, который на небесах, Он знает и вникает во все проблемы человеческие. Иногда мы так думаем, что Бог не вникает в наши проблемы, что мы один на один с нашей проблемой, что только у нас так сложно, больше ни у кого не так сложно, как вот только у меня так сложно. Послушайте, все Бог знает, Он во всем был испытан, и Он знает, как нуждающимся помочь. Поэтому я призываю вас быть очень чуткими к Святому Духу, потому что Дух Святой, Он вам поможет. Он вас направит, Его сила. Представьте, на Иисусе была сила Святого Духа, и люди исцелялись. Вся слава воздавалась Иисусу, но Иисус прежде своего служения сказал, Господь помазал меня, Дух Господень на мне. И все, что будет происходить, и мы потом видим все, что происходило, это делал Дух Святой через Иисуса взаимодействие. Поэтому, если вы хотите видеть чудо от Бога, но вы не пускаете туда Дух Святой, то вряд ли у вас что-то получится. Это как человек пришел на операционный стол и говорит, что хирургу делать, да как. Послушайте, если вы уже пришли, доверьтесь, что Он сделает все как надо. Аминь. Тема проповедей будет называться Евангелие. Евангелие – это радостная весть. Это радостная весть. И один из переводов я слышал слово «Евангелие» – это как радостная весть на поле боя о победе. Это когда шла жестокая война, жестокая схватка, и вдруг приносится вот эта весть победа. И вот эта радость, радость победы, вот она и есть как раз таки Евангелие. Эта весть, Евангелие, будет настолько радостной для человека, насколько безвыходная у него ситуация, насколько безнадежная у него ситуация. Если у тебя все окей, если ты человек порядочный, хороший, слава Богу за тебя, я рад за тебя. Может быть, тебе, кстати, тоже надо слышать Евангелие. Но для тебя, может быть, она не будет настолько радостная, как для человека, который потерял все, который при смерти лежит, или который вообще его обманули, кинули. Послушайте, если ты нищий, очень много таких людей, которые пытаются показать, что они не нищие. На самом деле они нищие. Они пытаются внешне показать, что в их жизни все хорошо, но у них долги. Если ты нищий, мы думаем, нищий – это бомж сидит на вокзале. А может быть, все и наоборот, что он богатый, как слышал однажды, что один нищий другому нищему продал свое место возле американского посольства в Москве за 40 тысяч долларов. Так кто нищий-то? Кто нищий? Мы думаем, человек одет хорошо, все, понимаете, он на машине. Вот как раз-таки у него больше проблем бывает, чем у нищих. Да, есть настоящие нищие, и у которых действительно они плохо выглядят, и у них проблемы. Послушайте, если ты нищий, ты это знаешь, тебе нужно Евангелие. Тебе не деньги нужны. Тебе нужно Евангелие. Дай тебе денег, ты все опять протратишь, и ты опять будешь нищим. Потому что нищета – это проклятие. И если ты человек зависимый, у тебя есть зависимости какие-то, наркотические, алкогольные, там, еще сексуальные, развращения, тебе нужно Евангелие, поверь. Тебе не просто остепениться надо, тебе не просто надо собраться силой воли, тебе как раз-таки нужно Евангелие. Если ты больной, послушай, ни лекарства тебе помогут, ни врач тебе поможет, тебе нужна Евангелие. Если ты проклятый человек, а в мире друг друга проклинают, может, ты красивее всех, и тебя прокляли за это, что твои подруги не такие красивые. Или ты успешнее всех, ты честный, ты благородный, ты развился, и тебе завидуют, тебя взяли, прокляли, потому что так нельзя, а как так? Ты впереди планеты всей, и мы так не можем, а ты вот так, извини, так не пойдет. И ты смотришь, что что-то разрушается в твоей жизни. Ты не понимаешь, что. Знай, что всегда есть вот это зло, которое люди готовы употреблять, проклинать кого-то. Тебе деньги не выплатили, ты проклял кого-то. Послушай, когда ты проклял кого-то, на тебя тоже проклятие приходит. Проклятие – это когда бесы приходят, демоны. У них одна задача – это делать зло людям, наносить ущерб во все сферы, в духовную, в душевную, в материальную, в физическую, во все сферы. Проклятие – это уничтожение, это как коррозия, как ржавение, проклятие. Смотришь, у человека все было нормально, потом пошла какая-то полоса, черная полоса. Это не просто черная полоса, это проклятие. Если ты такой человек, если ты проклятый человек, тебе нужна Евангелие. Евангелие – это радостная весть об Иисусе Христе. О том, послушайте, что Он спасает Иисус, продолжает по сей день. Сегодня Он исцеляет. Не завтра, не приходите завтра, а сегодня Он исцеляет. Сегодня Он освобождает. Сегодня благословляет. И сегодня дает жизнь вечную. Вы знаете, что многие люди имеют и здоровье, и вроде бы удача, и успех внешний. А имеют ли они жизнь вечную? А ведь это же беда. Если человек, имея все, при этом он не имеет жизни вечной, и думает, что все в его жизни нормально, но он ошибается. Поэтому каждому человеку на земле нужно Евангелие. Нужно слышать об Иисусе. Евангелие – это весть об Иисусе. Когда тебе начинают говорить, рассказывать об Иисусе, в этот момент ты слышишь Евангелие. В этот момент происходит чудо. У Евангелия есть сила. За Евангелием стоит Бог. Евангелие нечеловеческое. Оно Божие. Бог спланировал так, чтобы Иисус пришел и помогал людям. И Он помогал людям. Вопреки всем. Всем законам. Он отменял законы даже. Какие законы? Не политические. Он физические законы отменял. Уже даже мертвые люди. И то даже мертвым помогал. Девочку воскресил. Лазаря воскресил. Он много людей воскрешал. То, что еще не записано. И по сей день это происходит. И я хотел бы вместе с вами прочитать одну историю, которая четко показывает, что человек был в проблеме до Евангелия. И проблема его не могла решаться. Но когда он услышал Евангелие, все в его жизни изменилось. Давайте мы прочитаем. Марка, 5 глава, 25 стих. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей. И истощила все, что у ней было. И не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Человек, который был в большой проблеме, и у него были деньги. Представьте, человек с деньгами и проблемой. Проблема не решается. Может быть, у тебя есть деньги, но у тебя такая большая проблема. Ты видишь, что деньги бессильны, и они не могут помочь. И ты потратил их. И ты теперь без денег остался, а проблема стала не меньше, а больше. И ты не знаешь уже, что делать и где чесать. И смотрите, 12 лет, 12 лет мучений. Это если перемножить на дни, на моменты. Это ужасно. Человек находился в мучении. Врачи не смогли ей помочь, деньги не смогли ей помочь. Смотрите, классический вариант слышания Евангелия, как оно действует. 27 стих. Услышав об Иисусе, услышав об Иисусе, человек, которому не помогли ни деньги, ни медицина, ему помогло Евангелие. Услышав об Иисусе, послушай, дорогой друг, тебе нужно услышать об Иисусе. Тебе нужно услышать об Иисусе. С тобой произойдет обязательно чудо. Потому что Бог в этот момент творит. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас усяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Часто бывает, что мы не приходим к Иисусу за помощью, когда у нас все в порядке. Когда у нас все замечательно. Но когда мы потеряли деньги, когда мы потеряли здоровье, нам не помогли врачи, нас обманули, нас кинули, мы все потеряли. Нас где-то подставили. Мы куда-то вложили и все потеряли. Мы не знаем, что дальше делать. И знаете, какой-то верь. Мы теперь, знаете, стали, как будто мы рухнули. Мы стали с высоты какой-то. Мы упали вниз. И теперь мы даже способны послушать человека, которого мы раньше презирали, отвергали, который говорил нам об Иисусе. Теперь мы его слушаем, потому что смирение пришло. И он нам рассказывает об Иисусе. И мы уже не говорим ему, пошел ты вон отсюда. А ты уже слушаешь его. Слушаешь. Вы представьте, сколько людей самоуверенных. Они верят, что им деньги помогут. Они верят, что им врачи помогут. Сколько врачей ставят неправильных диагнозов. Да пусть Господь благословит тысячу раз врачей, которые честно исполняют свой труд. Не прописывают им левые лекарства. И не отрезают им лишние органы. И не пишут им диагнозы, которых у них нет. Которые учились хорошо, и не купили диплом. И нормально ставят диагноз и помогают. Какие врачи? Пусть помогают дальше. Но даже у хороших врачей бывают, опускаются руки, и они говорят, мы сделали все, что могли. Идите домой умирать. Вот так новость. Только она печальная. Сколько таких я случаев слышал, когда человеку говорят, идите домой. Все. Умирайте дома. И что такому человеку делать? Что? Как ему помочь? А ведь ему нужно... Это живой человек. Еще рано еще его в гроб класть. Он живой человек. Он хочет жить. Он хочет еще жить и дышать. Он хочет двигаться. Он не хочет умирать. Ни к одному человеку Иисус не подошел, не сказал, да потерпи, тебе еще неделя осталась, и просто помрешь, и все. Нигде Иисус такое не говорил. Даже мертвого человека отзывал назад. Если хоть была хоть маленькая проблема, он ее решал. Или большая проблема. Он решал ее. Сколько таких людей, которые не приходят сегодня к Иисусу, они считают, что это бред, что это сказки. Но когда ты потеряешь все, и тебя жизнь поставит на колени, ставит жизнь на колени, поверьте. Ударом ломаются ноги. Бывают такие удары, когда у человека и крыша течет. Понимаете, он ходит уже, как сумасшедший, и не понимает. И рассказывает людям непонятные вещи. Потому что все, что-то с ним серьезное произошло. Катастрофа произошла с ним. Он в одночасье потерял все. До этого он был уверенный человек. Он думал, что все у него схвачено, за все заплачено. Стоит позвонить, все вопросы решаться. Послушайте, бывает так, что ты звонишь, и у всех свои дела. И все заняты. И ты с проблемой один на один. Хорошо, если есть друзья, которые помогают, знакомые, родственники там. Но бывает. Вы послушайте. Когда Господь увидит, что у вас есть надежда, кроме Него, когда у вас есть другой Бог, который в кавычках вам помогает, временно, Он сделает все, чтобы вы оказались один на один. И вам никто не мог бы помочь. Таким образом, Он провоцирует вас обращаться к Нему. Это крайние меры. Господь не хочет их использовать. Поэтому много людей таки и не обращаются, потому что все нормально. Все более-менее. Чего к Богу обращаться? Но когда беда приходит, вот когда это как эта женщина? Скажите, это вообще-то обеспеченная женщина. Представительная. Может, она ухоженная. Косметические салоны, одежда красивая. Все. Она представительная женщина. Может, умная. Вот она заболела. Что, она так пойдет прям к Иисусу? Прям сразу к Иисусу пойдет? Прям сразу пойдет в церковь молиться? Нет. Она пойдет по своему пути. По своим контактам. По своим дорожкам. Она пойдет, как она понимает. Но когда эта женщина разбилась уже, ища выход, не смогла. Кто-то, я этого человека на небесах хочу увидеть. Кто ей рассказал об Иисусе? Послушайте, ей не просто шепнули на ухо. Слушай, есть Иисус. Есть такой человек, короче, он всех исцеляет. Послушайте, нет. Кто-то ей так рассказал Евангелие, что она сама в себе говорила, а это ей значит, что хорошо представили Иисуса, качественно рассказали Евангелие. Послушайте, можно рассказывать Евангелие по-разному. По-разному. Можно подойти и человека ударить Библией по голове и сказать, верь в Бога. Так делать не надо. Как в одном фильме «Крест и нож», когда главарь банды, Ники Круз, и проповедник их в конце собрания попросил пойти и собрать пожертвование. И он ходил с этим сумочкой, и по людям так вот, и собирали деньги они. И к одному человеку он подошел, так видно, что человек состоятельный, и он что-то дал там. А он ему так задержался, говорит, типа, ты что, обнаглел что ли? Что ты положил? И он быстренько еще достал уже нужную сумму. Слушайте, конечно, не вымогательством, это не надо делать вымогательством, но это было смешно. Но 29 стих говорит, тот час иссяк у нее источник крови. Евангелие является ответом. Если бы лекарства ей помогли, скажите, она пришла бы к Иисусу? Если бы ей деньги помогли, она пришла бы к Иисусу? Послушайте, иногда мы думаем, Боже, неужели ты не видишь, как плохо мне, как мне ужасно. Бог специально допустил, Он не планировал это. Ты по-другому не понимаешь. Он допустил, чтобы тебя сжало со всех сторон. И ты пришел к Нему. В этом победа. Чтобы, несмотря ни на что, ты пришел к Нему. Послушайте, Евангелие – это радостная весть об Иисусе. Но если ты ее услышал, то значит, ты начнешь сразу же действовать. Когда Иисус в Луки 4 главе, там 18 стих, Он говорит, Дух Господень на мне. Представьте, Иисус заходит в храм и объявляет начало своего служения. И Он говорит, Дух Господень, Дух Святой на мне. Ибо Он помазал. И смотрите, что Он называет первое. Что, с чем помазание разбирается, во-первых. Ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Вот куда идет Господь. Вот где Он хочет, чтобы человек решил и наладил свою жизнь в нищету. И дальше Он говорит, к слепым идет, к измученным. Он идет, чтобы отпустить на свободу, чтобы даровать должникам. Он объявляет амнистию. Он выпускает на свободу. Часто бывает, что мы не приходим к Иисусу за помощью, когда у нас все замечательно. Но когда мы потеряли все, тогда мы готовы идти к Иисусу. Слава Богу, что мы все-таки идем к Иисусу. Жалко, обидно можно так сказать, что у человека Иисус не единственный выход. Это не первый звонок Его, а последняя надежда. Как многие люди говорят, что испробовал все, я понял, что надо идти к Богу, к Боженьке. Уже как последняя инстанция в твоей жизни это Бог. А почему не первая? Потому что еще очень много гордости у человека есть. Я сам. Гордость человека заключается я сам. Я своими силами, я своими способностями, я своими знаниями, я всем докажу. Давайте мы еще один классический посмотрим случай человека, который услышал Евангелие. Послушайте, я беру самые критические случаи. Если у вас более лучшие случаи, тем более вам Бог поможет. Я беру самый критический случай, чтобы вы увидели, что ваша проблема для Бога это фу, это сдуть пылинку. Скажите, если у вас пылинка села, например, на полку или на вашу одежду, это для вас проблема? Пылинка села. Или у человека вы видите пылинка, пушок сел. Это проблема? Что вы делаете? Вы просто подойдете, смахнете ему. иногда люди прям подходят, знаете, заботливые. Подходят, и тебе что-нибудь начинают снимать. Перхоть там, я не знаю, пылинку какую-то. Так и для Бога. Поймите, что для Бога ваша проблема, ну, не проблема вообще. Ну, не проблема. Марка, 10 глава, 46 стих. Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Человек был слепой, значит, бедный, значит, нищий. Почему? Потому что сидел у дороги. Все нормальные ходят по дороге, он сидит с краю дороги на обочине. Когда машина ломается, ее обычно с обочины ставят. На обочине. И если ты смотришь, что машина на обочине, значит, с ней что-то произошло. Или колесо пробило, или бензин закончился, или что-то еще. Ты понимаешь, что у нее проблема. У машины проблема. И здесь конкретно говорится, об этом человеке называется его имя, и говорится, проблема большая. Он был слепой. Слепой не умел ходить, слепой не умел работать, слепой ничего не умел, кроме протягивать руку. Вот просто протягивать руку, надеясь на жалость, на милость людей. И таким образом он жил. Поднимите руки, кто хочет так жить? Вызывая у людей жалость. Прося, прося, дайте, дайте, помогите. Никто так не хочет. Смотрите, сразу 46 стих. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Ты думаешь иногда, почему люди так спокойно себя ведут, такие порядочные люди, культурные, а есть такие, знаете, у которых они орут, там создают какую-то шум, потому что у нормальных нету таких проблем. Поэтому этому человеку пришлось орать. В его ситуации он показал уровень сложности его проблемы в жизни, уровень невозможности решить эту проблему. И его крик, это был крик о помощи, и о помощи к Богу. Он уже орал к Богу. В этот момент он не протягивал руку. Он весь протянулся к Богу. И Бог его услышал. Посмотрите, Иисус прошел мимо него. Никакого чуда не произошло. Его не осенило присутствие Иисуса. Его никто, даже ученики, его никто не заметил. Пока он сам не узнал, что происходит. Ему сказали, написано, услышав, что это Иисус. Услышав, Евангелие ответ на твою проблему. Он услышал, что это Иисус и начал кричать. Женщина услышала об Иисусе, пошла к Нему. Знаете, всегда Евангелие, оно провоцирует в нас нужду в Боге. Мы начинаем обращаться к Нему. Я проповедовал очень много неверующим людям. И я видел, когда человек принимал Евангелие и молился, вся его жизнь менялась. Представьте, вся его жизнь менялась в лучшую сторону. Это чудо. Это чудо. И потом они говорили, как я рад, как я рад, что я уверовал, как я рад, что я услышал об Иисусе. И я сам рад, что я услышал Евангелие, что я услышал об Иисусе. Я сам рад. Вы думаете, я привык к этому? Я радуюсь каждый день, то, что я услышал об Иисусе, то, что я получил вечную жизнь. Однажды, одна жена верующая, она хотела привезти своего неверующего мужа в церковь. И она думает, вот только бы все было бы хорошо в церкви. Она так переживала, чтобы мужу все понравилось прям. Чтобы прям все понравилось. И он сказал, какая классная церковь, буду ходить сюда. И жена так прям переживала, нервничала. И вот они пришли на собрание. Там пастора не было. Вышел какой-то брат старенький, пожилой. Вышел, открыл Библию и стал читать родословие. И жена, короче, все, она смутилась. Вот не то, что она хотела. И читает этот человек, проповедник, читает, этот родил того, тот родил того, и этот родил того. Через столько-то лет, столько-то лет ему было, когда родил того. И вот столько-то лет было, и родил Муфусала. И он прошел 969 лет и умер. Закрыл и сел. И лежат они ночью. И жена даже боится спрашивать мужа. Потому что она думает, что, ну все, полный провал. Полный провал. проповеди не было. Такого классного, эрудированного, шутливого пастора тоже не было. И все было не так. И он ей говорит, дорогая, я понял одно. Сколько бы человек не прожил, он все равно умрет. Вы представьте, вы представьте, что его коснулось это. Мы иногда думаем, его не коснется, мои слова. Откуда ты знаешь? Если просто сухое чтение Библии коснулось человека, и он задумался о вечности. Потому что человек почти тысячу лет прожил, и все равно умер. И вот этот вопрос заставил его думать, что надо к Иисусу. У него только есть решение о вопросе смерти. Вечная жизнь. Только у Него есть. И он обратился к Иисусу. Давайте сейчас помолимся.